Сингапура Клификация Первая, я подождал минут 10, чтобы гонщики накатали траекторию Выезжаю, пошел дождь уже Соответственно, глификация для меня полностью проваленная Я никак не могу проехать на гиперсофте А уже все успели проехать Соответственно, я никого времени не поставлю Окей, для меня это хорошо тем, что, как я говорил Мне нужно будет брать все элементы еще по одной штуке Ну, может быть, ДВС и на душ можно было не брать Но, в принципе, погоду эту не менял Я бы все равно получил больше 30 позиций назад Поэтому стартовать по-последствии я по-любому буду Так что, это отличный вариант взять эти элементы Плюс в гонке будет дождь Соответственно, за счет дождя Можно в теории плюс-минус попытаться еще прорваться куда-то в топ-позиции Но, все пойдет не так, как я задумывал изначально Но об этом чуть позже И, что же, собственно, переходим к стартовой решетке нашей любимой На первом месте у нас Кими Райкен На второй Льюис Хэмилтон На третьей у нас Вальтери Боттес На четвертый Себастьян Феттель На пятый Сергео Перес Шестой Кевин Магнусон Седьмой Ника Хюлькенбрег Восьмой Карл Сайенс Девятый Шарли Клер И десятый Макс Ферстстаппен И на девять месте у нас, кстати, уже Сироткин Что очень хорошо, потому что Сироткин приходит уже В третий раз во второй сегмент Это меня начинает радовать То, что он начинает хорошо ехать на болиде Которую я уже прокачал более-менее Но, опять же, Сироткин в высадом месте И плюс Вот сейчас Я заметил то, что довольно много гонщиков взяли штрафы До этого Я как-то не особо на это обращал внимание Но И при этом штрафов не особо много было Ну, там было пара-тройка штрафов и не более Гонка у нас вся будет дождь идти Поэтому у нас просто будет Промежуток Один-двесть до конца гонки Изначально У меня должна была быть стратегия В два питстопа Но Потом все Переиграется В один питстоп Ну Также поднастроил машину Под дождь, опять же То есть я заготовил изначально уже себе Крыло Но Переходим к старту И Старблдаун Я Кое-как срываюсь С места С грязной траектории Где у нас нету По сути траектории какой И пытаюсь тут же По внутренней траектории Пройти как можно больше гонщиков Получается Мне пройти только Троих Это у нас Заубер Макларен даже Успел еще и второй Макларен Прихватить туда же И еще Вроде бы Второй раз Так же напрямую Я перед выходом Опять делал Гасли Но он тут же По внутренней траектории Просто врывается Приезжает Большую часть Гонщика Которая шла Так же со мной Я пытаюсь Закрыть калитку Уже в следующем медленном повороте Чтобы у меня Никто не пошел По внутренней траектории Не попытался Так же Дайвбом Но по итогу Я еще умудрился Зацепить похоже Гасли И его развернуло Окей Продолжил дальше борьбу Доехал до Рикьярда На прямой И уже обратно Такой небольшой Я его опережаю Спокойно Без каких-либо проблем Он конечно попытался Что-то там Проатаковать Но не смог К третьему кругу Я догнал Точнее К второму Сироткина И полтора круга Примерно проехал За ним Конечно же Это отразилось На темпе То что Он все-таки Ехал медленнее Чем нужно По итогу Мы через какой-то момент Уже начали Оставать От группы Идущей впереди Окей Догнал Эту группу Через круга Сразу же Решил напасть На Ферстапина По внутренней Траектории Там Залазил на Поребрик Все-таки Его смог Опередить И через какое-то Время Уже догнал Сайенс Через круг Даже В медленном Медленной Шпике Его прохожу Таким Поздним Торможением И на выходе За счет Лучшего выхода Опять же Прохожу его Ну и потом Через какое-то Время догоняю Опять же Клера Ну и как вы Понимаете То что Всю эту группу Я вот так вот Как раз таки И проходил Постепенно В течение Этого этапа И Все К тому То что Эта группа Просто закончилась В один момент А именно Я прошел Всех гонщиков Да у меня была Борьба с Хюркембергом Которая будет Дальше показана И В основном Я проходил Опять же Всех на выходе Из поворота За счет того Что у меня была Очень Большая Причина Сила Болида Поставлена Чтобы как раз таки Было больше Стабильности У болида Вот с Хюркембергом Собственно борьба начинается Я пытаюсь По внешней траектории Пойти в шпильки Но Он опять же Выходит хуже чем я И по итогу Я Въехал чуть-чуть В него Но Не нанесся никаких Повреждений Самое главное По внутренней траектории Решил его атаковать Плюс Так вот Бортанул его По сути И мы начали ехать Сай-бай-сайд Но За счет лучшего выхода Я Начинал проходить Ну и так Мы немного Проехали Бук о бок Но По итогу Я опять же Выиграл позицию По отношению к Хелькенбергу Ну и переса Кругом Позже я догоняю Опять же И спокойно В Первых нескольких Поворотах Опережаю Все На этом По сути гонка окончена Я не смог Догнать лидеров Да Я пытался Переиграть их По стратегии Но Даже с двумя пистопами Они были очень быстрые Опять же Потому что у них все время Был Быстрый комплект Но у меня было рассчитано То что Он будет все таки Под изношен У них Может Второй комплект Но К сожалению Не получилось По итогу Двадцать кругов Последних Ну Начиная с одиннадцатого круга Я просто ехал один Ни с кем У меня не было борьбы Ну вообще Была небольшая борьба С Хасом Я его не смог пройти И просто Я подождал Пока он заедет на пистопцию И вернулся Пятую позицию По итогу Так сложилась гонка Таков Сингапур в дождь Собственно Никто никого Не может опередить И ничего вообще На трассе Не происходит В принципе Пятая позиция Очень неплохо С двадцатого места Неплохие очки Опять же Для нашей команды Пусть они ничего не решают Потому что Кубок конструкторов Мы уже никаким образом Даже не выиграем Близко Но все же очки И Титул тоже выиграть Уже не судьба Выигрывает нас на этом этапе Кимми Райканен Собственно Феррари с Мерседесом Чуть-чуть боролись Но в основном Борьба у них Заканчивалась По поводу Питлейн То есть Как в Монако То есть Кто заехал Кто сделал лучше Питстоп Тот по сути И победил Так же Сироткин Там вроде бы Где-то Недалеко Финишировал От очковой зоны Но Все-таки Так 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 Себе прошел Потому что Дождь А дождь В какой-нибудь Трассе Городского Типа Вот как раз Сингапур Баку Монако Это всегда Очень плохо Особенно Если в Монако Взять Там если то Что это уже Все Это просто Не гонка Не пойми что Ну да ладно Мерседес Продолжает борьбу С Феррари За кубок Конструкторов Также там За титул Продолжается Борьба Опять же Ну и Переходим К результату Собственно Первый у нас Киммер Айкен Второй Льюис Хамиттон Третий Вальтре Боттус Никто из лидеров По позициям Вообще не менялся Менялись Только Когда кто-то Из них заезжал На пидстоп Все Два сошедших У нас Это Чека Перес И Маркус Эриксон Причем Перес сошел Прямо на последних Кругах гонки Как я помню По таблице Я начинаю Приходить уже Ферстаппина Что неплохо То есть Скорее всего Ротбул я полностью Пройду В конце этого сезона До Феррари Я может не смогу Дотянуться Ну вот так вот Пойдет Контакты были Только на первом круге Небольшие И все По итогу Перес и Эриксон Опять же сошел Даже Пересошел До конца гонки Ну и переходим К России Ну Собственно Россия Наша любимая Домашний этап По сути для меня И Коллекционный темп На который хочу Обратить внимание То что мне было Поставить задачу Уже На седьмое место И Цель на фиолетовый Вообще была третья То есть я немного Офигел с этого Потому что Подумал Ну да У нас есть результаты Неплохие По нескольким Последним гонкам Но Почему Сразу Такой резкий Скачок В задаче То есть да Я понимаю То что у нас Болит способен Ехать сейчас Спокойно До первого места Я ничего против То не имею Но как-то Странный Такой скачок Ну да ладно Переходим К квалификации Первый сегмент Спокойно Днем Выхожу Без каких-либо Проблем 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 На этапе Ультрасов И чтобы Точно Быть На одном Пите А то вдруг Не получится Так С киперсофтом Выхожу С шестого места Окей Сироткин К сожалению Не выходит В третий сегмент Но Он занимает Одиннадцатое место Что тоже Неплохо Третий сегмент Собственно Просто Отлично Провожу его Спокойно Ставлю себе Пол позишн Причем С большущим Отрывом От второго места В больше чем Пол секунды То есть Темп у нас Просто Дикий На этой трассе Ну и что ж Выбираю Также С соперника Кими Рекина Как я и говорил Еще до этого В Монса Вроде бы Ну и переходим К этапу Собственно Задача простая Победить на нем У нас есть Все для этого Средства У нас есть Пол позишн Болит который Очень хорошо И быстро едет Ну и что нам Может в принципе Помешать Плюс погода Была отличная Не было дождя Самое главное Чтоб не было дождя Опять же По поводу По крыши Хотелось бы Поговорить на этом этапе То что Какой то здесь Неправильный износ Стоит на этом этапе Почему Потому что Он не такой Как был в реальности Если вспомнить Российское гран-при Все таки в этом году В 18 То все жаловались Гиперсофт То что он вообще Просто плыл Уже через 1-2 круга То есть он был Очень неживучим В игре у нас Почему то Гиперсофт может При Довольно аккуратном Вождении В принципе Прожить спокойно Чуть ли не Кругов 15 Наверное По крайней мере У меня получилось Коя-как К стартовой Решетке Чуть Пропустил Наш напарник На седьмом месте Будет стартовать За счет того Что люди Понабрали штрафы Именно Хасы и Рэдбулы Вот Под конечный сезон У всех Начинаются Вот такие штрафы Неожиданные Но Окей Это на руку С Сироткин Что очень хорошо Потому что Все таки Неплохо было бы Так чтобы И Сироткин Получал очки В этой гонке Тактика На один пит И при этом Мы будем Заканчивать гонку На гиперсофте На нем Нужно проехать Одиннадцать Или десять кругов Что Меня немного Насторожило То что все таки Это гиперсофт И он не может Столько особо Проехать долго При очень таком Быстром темпе Ну окей Собственно Прогревочный круг У нас Заметьте То что Уже Девятнадцать Гонщиков Не было сообщения Кто сошел Оно появилось Вот только сейчас Сошел у нас Хюлькенберг По проблеме С ДВС Окей Я думал То что Ну ладно Это как-то Дисквалификация Наверное Работает Ну ладно Загорается Христогни И старт был дан Я срываюсь Более менее С места Но Феттель Просто шикарно Стартует Как Хэминтон И так же Райкен Неплохо стартует Но напрямую Я разгоняюсь За счет Слипстрима Более менее Возвращаюсь В третью позицию Обратно На торможении Переезжаю Райкен Тем сам Собственно По поводу Хюлькенберга Он у нас Числится сошедшим Все С самого начала Гонки То есть Я думал Если Дисквалификация Дают То при старте Все равно Гонщик есть Но тут не так Прикол в другом То что Его болид Будет стоять Всю гонку То есть Всю гонку У нас будет В Этаком Первом повороте Висеть Желтый флаг А именно В этом первом же Повороте Начинается Звон ДРС Это большая Прямая До Второго Поворота Хотя по сути Он первый А это небольшой Сгиб Не знаю почему Он считается За первый поворот Ладно Возвращаемся в гонки Я возвращаюсь В первую позицию По отношению Федерлю и Хэмилтону Но потом Совершаю В конце Второго сектора Ошибку Летаю слишком широко Меня проходит Федерль Тут же Хэмилтон Пытается пройти меня Но я начинаю Разгоняться Очень хорошо И Хэмилтон Я начинаю Потихоньку Проходить И плюс Решаю Просто на Чуть поздненьком Торможении Пройти По итогу Входим С ним Бок о бок Начинаем Проходить Третий сектор Бок о бок Он меня Проходит Я перекрещиваю Федерль этим Пользуется И потихоньку Отрывается Потому что Я плохо Прохожу Поворот Хэмилтон Плохо проходит По итогу Федерль отрывается На секунду Даже на полторы Вот собственно Федерль Крюлькинберг Который припарковался И его не убирают Почему-то Чем это связано Я просто не знаю Попытки Хэмилтона Вот примерно Были такие Во втором Повороте Он меня пытался Пройти Но Не получалось Потом На девятом Круге у нас Ходит Дэнер Рикьярдо И Хас Я не знаю Кто это именно был Чуть Вот в миллиметрах Вроде проходит Вот этого Рэдбула И не заканчивает Гонку Вместе с ним Вот Повезло Что так получилось В десятом Круге у Феттеля Заканчивается Судя по всему Резина Он очень Проседает по темпу Мы его Своей группой Догоняем Я его собственно Опережаю При входе В такой вот Медленный поворот И так же Кругом позже Его начинает Проходить Уже и Хэмилтон Причем У Хэмилтона То что Гиперстоп Стоит Соответственно Я не знаю Либо что-то С резиной У Феттеля Либо что-то Было с болидом В тот момент После пилостопа Я выезжаю На четвертой Позиции Собственно Я кругов Где-то 7 Опять же Ехал просто В одиночестве Гордом И начинаю догонять Впереди Идущих Пилотов Так же Мерседес Бориса За первую позицию Хэмилтон ошибается При торможении Пропускает При этом Еще Феттеля И Феттель Через какой-то момент Начинают Атаковать Ботаса И проходит Его в борьбе За первое место Окей Для меня Это неплохо То что Они борются Они теряют На этом время И через какой-то момент Я их догоняю Догоняю Два Мерседес Которые боролись Между собой Прошу Хэмилтона И Ботаса Чуть позже Прохожу На старт финишной прямой Собственно Вот Тот момент То что Там В этом Изгибе Я хочу пройти Ботаса Но я не могу Из-за желтого флага То есть Просто Бак игры Который Немного Ломает Момент То что Как ты будешь Опережать На старт финишной прямой Феттель Я опережаю На том же круге Что и Ботаса Уже На обратной прямой За счет ДРСа Спокойно Обхожу И возвращаюсь Себе Первое место Собственно На первом же месте Финиширую Феттель Меня никак не пытался Атаковать К тому же Гиперсофт Вернемся К финишу Я его износил Почти на 50% При том что Последние 2-3 круга Я даже не заботился О резине Я просто Как мог Только гнал Первые несколько кругов Я понимал То что Мне надо этот гиперсофт Как можно больше заберечь И при этом Как-то Ну Хороший темп Показывать на нем У меня это получилось То есть Я где-то тратил По износу В процентах Где-то по 4-5% От силы на круг Ну Это Ненормальный износ Как так сказать Не должно быть Такого у нас В формуле 1 Как-то Вот должны поправить Ну ладно Именно что имеем Первое место для нас Это очень неплохо Третья победа в сезоне Точнее вторая Третий подиум В этом сезоне У нас был Как-то первый подиум В Монако Ну и Вторым у нас приезжает Себастьян Фетерль А третий у нас Вальтери Боттес Фетерль тем самым Укрепляет свою позицию В турнирной таблице И продолжает Тем самым Лидировать По итогу Отрывается потихоньку От Хэмилтона Что для него и хорошо Мне же опять же Никак Никак нет возможности Выиграть этот титул Потому что у меня Очень большое Отставание От того же Фетеля Ну и что ж Собственно Переходим к результатам У нас Сиротский Финишер на восьмом месте Потерялся лишь одну позицию По отношению к стартовой Ну а если То что он должен был Стартовать на одиннадцать То Восьмая позиция Это очень хорошо Это Для него уже Вторые или третьи очки В этом сезоне И Это очень хорошо Начинает зарабатывать очки То есть в следующей сезоне Мы гарантированно Нужно побороться Уже за кубок конструкторов В принципе у меня Такая была и затея В турнире за счет У нас ничего не поменялось Никто никого не проходит В конструкторах Тоже Там Феррари С Мерседесом Борисом Вот бок о бок Там Разрыв в тридцать очков То есть это Буквально один этап В Авариях у нас На первом кругу были Контакты И не более Все дальше Потом в контактах У нас Просто не было Также у нас сошел Один хас Романа Грожана Забыло этого упомянуть Кстати Причем этот хас Который Вроде бы И успел пройти Рикьярдо Да Это вроде был Как раз Такий Грожан Который мог Кстати Вылететь еще раньше Ну Видать Судьбой Было решено Что Он должен был сойти После этого У нас Собственно Интервью с Клэр По поводу Нашей победы Что ох Наверное Круто победить Вы должны быть счастливы Подняться на подиум Того подобное По поводу Сирокина спрашивает Ну Я там отмечаю Такой манере Типа Не в нормальной Такой Более Эпатажной Манере Опять же Ну И после Прошлого Кэнда Снова Наложился Да Тут я Пытаюсь уже Набрать Скидки На Шасси Потому что Там Как-никак Уже Надо будет Его качать Собственно Уже Через Пару Трех Этап Этим Мы Займемся Также Прохожу Сирокина Опять же Почему Был вопрос По сезону На то Что я Выигрываю Соперничество У него В третий раз За этот сезон Что приносит Там еще дополнительные очки Которые Я разбазарил Не пойми куда После Сингапура Кстати Я забыл То что У нас Было Изменение В рекламенте И рекламент Подвергся У нас Двигатель И Износ Двигателя Что Очень Хорошо Для нас То что Не надо Кучу Очков Трассить На то Чтобы Адаптировать Модификации В аэродинамике Это Очень Для нас Хорошо Также После России У нас Новый Контракт Предлагается Я Пытаюсь По максимуму Там Уже Выудить Для себя Плюшек Всяких И Окей Со второго Точно Получится Потому что Я захотел Слишком много 75% Больше Ресурсов Загонки Но Пока Мне сказали Фиг Только В следующем Сезоне Братан Не раньше Собственно По поводу Очков Что я сделал Неправильно У меня было 1200 очков И я Неправильно Рассчитал То что Мне надо Было На следующий Этап Как раз таки Иметь столько Очков Сот Я уже Выкупил Большую часть Элементов Заказываю Новые элементы И у меня Остается Вот ровно 1200 Я зачем-то Их решаю Вложить Сразу же В Качество Отдела Шасси И так же Докупить Две запчасти После чего Я понял Такую Сделал Ошибку Потому что На следующий Этап Я смогу Законять Только Одну Модификацию А не Сразу Две Соответственно У меня Модификация Сперед На Этап Позже Что Ну Крайне Плохо Опять же Ординамик Будет Немножко Незбалансированная Ну Ладно На этом Ребята С вами был Warhammer Подписывайтесь На канал Ставьте лайки И до скорой встречи Пока Пока